Здравствуйте! Снова встречаемся с вами на железной дороге. Речь пойдет сегодня о системе водоснабрения. Ну, чтобы проще нам вести разговор, просто зайдем вот сюда в локацию и увидим систему водоснабрения. Ну, если посмотреть по грею, то, значит, у нас включает себя. Ну, для начала самое главное, значит, бак водоснабрения, значит, вот основной бак и вот, значит, с рабочей стороны малый бак водоснабрения. Значит, водоснабрение относится, значит, так, так, и сам, более, и четвертый уголок. Ну, чтобы было более наградно и более понятно забраться нам в систему водоснабрения, значит, можно разделить систему водоснабрения, то есть, именно та система, которая идет самотеком, то есть, без применения насосов. Это старые Непцы, старые Калининские, купыные баклубаны, старого образца. Здесь все очень просто, все очень просто. Значит, здесь возьмем, к примеру, значит, немецкий вагон. Значит, с нерабочей стороны имеется бак водоснабрения. Ну, а немцы их два, бак водоснабрения. Значит, трубопровод идет в рабочую сторону, в рабочую сторону. В рабочей стороне еще имеется бак водоснабрения. Ну и, соответственно, здесь уже пошло, значит, разогрение идет в насосу, значит, в служебку, в туалет. Значит, какие проблемы встречаются, значит, с водоснабжением? Ну, во-первых, значит, на всех вагонах, на всех вагонах, значит, ну, проводникам, слесарям, ПЭМам, значит, на что обратить внимание, это, во-первых, посмотреть, значит, на наличие или отсутствие течи. Значит, течи ни в каких местах не допустимы. Если идет утечка воды, соответственно, воды не будет хвататься. Второе, очень частое завоздушивание системы водоснабжения. То есть, кончилась вода, заправляем баки водоснабжения, значит, вода, вода в малый бак, соответственно, в служебку, насосом не поступает. Что надо делать, чтобы удалить воздушные полки? Ну, во-первых, вот, значит, на немецких вагонах, на немецких вагонах, получается, в котельном отделении, с левой стороны, есть кран для того, чтобы удалять, значит, воздух с малого ваза. Значит, здесь он подходит, значит, вверху и, соответственно, идет, значит, в котельное отделение. Если, значит, мы удаляем путем, что открыли краны, открыли краны в служебке, там, в туалете, то вот так мы, значит, практически воздух с малого ваза не удаляем. Значит, на паскарных вагонах, значит, там точно такой же, значит, имеется бак, но только не два, а один. Здесь также имеется малый бак, но воздух с него удаляется уже непосредственно над водомерным стеклом. Здесь имеется кран, кран для удаления воздуха. На сидячке воздух удаляется, вода удаляется, под раковиной имеется кран для удаления воздуха. Это, в первую очередь, ну, как говорится, должны знать все, но касается проводника, потому что они сталкиваются, в другой раз, с таким собой положением, что они не могут убрать воздух, значит, с системы у нас. Если рассматривать вагоны, если рассматривать вагоны, которые, значит, вода подается принудительно, то есть при помощи насоса, то можно рассмотреть несколько видов вагонов и несколько видов насосов. Значит, ну, значит, будем рассматривать в порядке, как они поступали к нам на сблизную дорогу. Ну, сначала, значит, поступали насосные станции, насосные станции, насосные станции, насосные станции, что из себя представляют? Значит, находится насос, насос, значит, вот, значит, как всегда, значит, вот мы будем говорить, что к насосу, значит, с центра поступает вода, значит, центровежный насос, значит, соответственно, сверху, значит, она выходит. Выходит, дальше идет обратный клапан, дальше идет гидроаккумулятор, гидроаккумулятор и здесь уже идет разветвление. Плюс к этому, значит, здесь еще устанавливается реле давления. Реле давления для того, чтобы, соответственно, включать, выключать насос. Значит, какие проблемы с данными станциями? Станциями. Значит, бывает она завоздушивается, соответственно, значит, что? Она не качает. Каким образом поступать? Значит, если посмотреть на насос, да, то она здесь вот так вот сделана. Вот так вот сделана, ну, вот побольше нарисовать, значит, вот если побольше нарисовать, вот сам насос, насос. И вот здесь вот сама помпа стоит, сама помпа стоит, значит, поступает вода сюда, значит, отсюда она выходит, отсюда выходит. Так вот здесь вот на насосе имеется пробочка. Пробочка. Откручиваете пробочку, соответственно наливаете сюда воды. И вода, значит, захватывается насосом и начинает качать. Значит, это первое, значит, что? Если, допустим, вода, насос воду не качает, значит, надо обязательно залить воды. Значит, второе. Второе. Если насос, допустим, не выключается, то есть вот он гоняет, давление хорошее есть, но он не выключается. Какая причина? Это, значит, реле давление. Вот я говорил, что это реле давление. Реле давление. Просто, значит, может механическое забилось, значит, и вода не поступает сюда, и нет давления. Значит, просто взять, открутить и почистить. Вот, значит, это, значит, что касается, значит, вот станций. Следующее, значит, на полуэсах, значит, то ли это есть такие, значит, какие, значит, непосредственно ТВ-01, ТВ-02. Омеги, ваки, там система устроена немножко по-другому. Там стоят ЭЦНы, это у нас получается горизонтальный, там вертикальные насосы ЭЦНы. Ну принцип работает вот такой же. Вот стоит ЭЦН, поступает сюда вода, сюда вода поступает. Значит, от ЭЦНа идет обратный клапан, идет гидроаккумулятор и, соответственно, здесь уже стоит датчик давления и суш, наличие воды. Датчик давления и наличие воды. И стоит блок управления, или МВЮшный, или ВТЭШный. Значит, что необходимо знать проводнику? А необходимо знать следующее. Значит, включили насос. Если насос не включается, не включается, то, скорее всего, он за воздушным. Каким образом удалять воздушную полку? Ну, все зависит от вагона. Но в принципе, в принципе, на всех вагонах стоит бойлер. А выше бойлера, выше бойлера, есть там кран для удаления, удаления, значит, воздушных полок. Если кто не знает, лучше спросить у слесарей, у ПЭМа, он вам подскажет, значит, еще будет ясно. Какие проблемы сейчас с данным насосом и что можно, значит, устранить своими силами? А своими силами можно устранить следующее. Я уже сказал, что, значит, устранить, значит, убрать воздушную полку, значит, убрать воздушную полку, ну, соответственно, возможно, возможно, он, если пусть не включается, не включается, или, допустим, вовремя не включается, то лучше уже, лучше сразу же вызвать специалистов, которые, значит, для его обслуживают. Значит, вот и цены, значит, есть еще, значит, по системе водооснабжения, есть еще, значит, насосы 24 вольта, значит, там реле давления встроено в самом насосе, в принципе, очень хорошее. Ну, тоже все, вот все насосы боятся воздушных полок, пробок. Ну, вот, пожалуй, значит, и все здесь, я думаю, здесь проблем не будет, значит, на будущее, значит, кто столкнулся, значит, с проблемами, с системой водооснабжения, то есть, нет воды, не поступает вода, то не спешите, посмотрите наличие воды, во-первых, в баке, то есть, нужно обратить внимание, первое, если вода вступает к тому, вот, значит, к самому баке, посмотреть, вот, значит, перекрыть бак, не перекрыть бак, и посмотреть на воздушные пробки. Значит, каким образом проще всего удалять воздушные пробки, как я уже говорил, значит, не спеша, посмотрели, открыли пожарный кран, то есть, с рабочей стороны, открыли, значит, кран в служебке, и все будет нормально. Вот эта воздушная пробка удалится, и вода будет отлично поступать в воду. Вот, пожалуй, все. У кого какие-то проблемы, обращайтесь с ним. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok